Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Toyota Passa 2005 года выпуска. Двигатель 1 литр автомат, передний привод. Пробег на автомобиле по спидометру 96 тысяч километров. Стоит звон передней подвески, награвийки. Такое впечатление, что там все болтается и все дребезжит. Но при этом, чуть-чуть поджимая педаль тормоза, звон этот уходит. Болтаются суппорта в пальцах. Вернее, болтаются пальцы в скобе суппорта. И сам цилиндр издает такие звуки. Сейчас подниму автомобиль, постучу по колесу и покажу, какой звон. Поднял автомобиль, стучу по колесу, вот он звук. И держу суппорт. Что хочу сделать? Наверняка, если заказать новые пальцы, это не поможет. Хочу выкрутить пальцы, вытащить, снять скобу, заехать в магазин, взять колечки резиновые и увести токарю. Чтоб он сделал проточки на направляющих. Чтоб плотненько, в то же время, свободно, но плотненько заходили в скобу суппорта. И все, с двух сторон это сделаем и будет работать отлично. Вот этого дребезжания, его не будет. Также и со второй стороны точно такая же проблема. Звук идет неприятный. Снимаю колеса и снимаю скобу суппорта и направляющая. Снял колесо, откручиваю два болта, головка на 14. Снимаю цилиндр. Подвешиваю его. Вот так вот они скачут. Колодки еще походят. Снимаю скобы, все это почищу при сборке. И откручиваю два болта, головка на 17. Снимаю скобу. Снимаю скобу. Снимаю скобу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Все, скобу снял Также снимаю со второй стороны тоже Смазка есть совсем чуть-чуть Но даже при том, что если добавить смазки Особо сильно ничего не изменится Пальцы все равно продолжат так же стучать И вот по диаметру сейчас подберу колечки И токарь уже мне их подгонит Почищу, чтобы грязные не вести Вот что я сделал Увез к токарю Проточил мне пальцы Одел резиночки Вот такие вот колечки По диаметру подобрали Эти я уже подогнал На один палец я не одевал Вот сейчас одеваю колечки И одеваю второе Все, вот колечки стоят Если просто поставить в палец Будет подпор Вот он Здесь, как видно, подпора этого нету Оно спокойненько заходит Здесь получается Из-за того, что колечко круглое Полностью плотное Резиновые кольца не дают выходить в воздуху Что я беру? Беру, складываю наждачку И делаю на кольцах Вот такие вот пропилы Кольцо бензомаслостойкое Резина плотная Порваться оно не порвется Смазка его не разъест И в трех местах Я делаю такие канавки Для прохода воздуха На нижнем кольце И на верхнем кольце Так, вот на нижнем я сделал Теперь делаю на верхнем Не надрез, а именно проточку Потому что если сделать надрез Кольцо лопнет Вот, сделал на второй стороне И вставляем Все Заходит, никакого подпора нет Теперь Одеваю пыльники Смазываю С этой стороной у нас широкая Добавляю Добавляю маленько смазки Вовнутрь Слишком много не надо Потому что у нас нижнее кольцо Всю эту смазку Сгонит вниз Так, одеваю пыльник Мажу маленько палец Выпускаю из-под пыльника Воздух Все Пыльничек у нас Стоит на месте И направляющая у нас ходит Но при этом она не болтается Смазка, которая За вторым кольцом Она останется под пыльником И будет выполнять свою Работу Также выпускаю воздух Чтобы подпора у нас не было Иначе суппорт будет зажатый Все Тоже Здесь подпор есть Маленько смазки уберу Все Ходит мягенько Ходит мягенько Также делаем вторую сторону И идем устанавливаем А после этого Уже попробую постучать По колесу Как было Беру Устанавливаю Раскабу Мажу болты Нервной смазкой Раскабу 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 Устанавливаю пластины. Теперь можно ставить цилиндр суппорта. Поворачиваем направляющие в прорези и наживляем болты. А вот теперь суппорт. У нас не болтается, сидит тугенько. Я сейчас даже отверткой отожму. Вот я его колодкой отжал, вот видно он ходит. А стука нету. Сейчас поставлю колесо. Все, колесо подтянул. Стука суппорта нет, суппорт расслаблен. Сейчас собираю со второй стороны и потом также поставлю колесо, тоже постучу. Все, собрал вторую сторону. Никаких стуков суппорта нету. То, что было, это ушло. Все, вот он шевелится, но он не стучит. На этом все. Шум суппортов я убрал. Всего вам доброго.